По морям, по волнам плывёт команда «Утомлённые солнцем». Существует легенда, что город Сочи построен на развалинах более древнего и более красивого города. На самом деле это не так. Сочи — это и есть развалины более красивого и более древнего города. Кстати, древние сочинцы верили в то, что человек после смерти попадает в Адлер. Итак, 10 век до нашей эры — окрестности Сочи. В древнем Сочи немощных и уродливых мальчиков сбрасывали со скалы в пропасть. На себя посмотрите! Привет, браток! Привет! Как тебя звать? Елена Прекрасная. А я Ахилл. А это кто? Рахилл. Здорово! Скажи, Ахилл, а сколько тебе лет? Девятнадцать. А мне двадцать. Тогда почему нас называют древние греки? Ну, понимаешь, как бы тебе объяснить? В общем, древние — это метафора. Ну вот, мы — древние, Елена — прекрасная. Метафора. Метафора. Ну и мухи у вас здесь. Мальчик. Не мешай нам, мальчик. А ты не такой уж и Рахилл. Будешь драться с Гектором. Елена, дай мне шлем. Елена, дай мне меч. Да. Без меча пойдешь. А может, и без шлема? Нет. Так пойдешь. Будем давить на жалость. Гектор! Гектор! Метафора. Жена, ты постирала мне доспехи. Звони в милицию. Ну а мы продолжаем наше морское путешествие по волнам истории города Сочи. История города Сочи насчитывает очень много денег, которых не досчиталась история других городов России. Но это и неудивительно, ведь любимое место отдыха наших туристов — это рестораны. И поверьте, каждый ресторан борется за своего посетителя. А следующая музыкальная композиция Звучит для наших гостей И солнечная бигей-гей-гей Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Да, особое место в истории нашего города занимают сказки. Всем известна сказка про то, как один злой и жадный турист из Москвы, гуляя по лесу, наткнулся на семерых добрых сочинцев. Так в сочинских сказках добро всегда побеждает зло. Сказка «Золушка». Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, Будто принц ко мне примчался, а умчался не на мне. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Добрая фея! Здравствуй, дорогая крёстная! Тебя уже выпустили? Да, только никому не говори. Ну, соскучилась, пойди по крёстной за 15-то лет. Ну, давай, моя любимая песня. Добрый жук, давай, Добрый жук. Давай, пой, Добрый жук. Добрый жук, пой давай! Добрый жук! Но я не хочу петь. Ах, так? Пой! Но я не хочу петь. Крёстная, я опоздаю на бал. Иди, я тебя чё, держу, что ли. Ну, как я поеду? А, да. У тебя есть тыква? Есть. Выкинь! Я думаю, чем воняет, а? Так, ну тыква — это же фигня. Главное на балу — это бальное платье. Но у меня есть только старая мачехина платья. Пойдёт. А сейчас тащи хрустальную люстру и суперклей. Будем делать тебе туфли. Но у меня столько работы. Я сделаю всю работу, что надо? Злая мачеха смешала мешок пшена и мешок гороха. Хорошо, съем. Что ещё? А ещё она смешала селёдку с молоком, чтобы у меня и в мыслях не было поехать на бал. Слушай, вот так я злая мачеха. Прям как добрый жук. А чё ты не убьёшь её? Но как? Вот тебе волшебная палочка. И когда она усынёт, надо сделать вот так. Тьфу, дай. Надо сделать вот так, вот так, вот так, вот так. И только потом уже вот так. И вот уже отсюда, контрольный, вот так. На. Спасибо, добрая крёстная. Ну я поехала на бал? Поезжай. Но помни, ровно в двенадцать раз ты страшнее, чем все девушки на балу. Да. Да, вот так весело смеясь, наступил век девятнадцатый век прогресса и просвещения. В Англии изобретают паровоз, в Америке изобретают самолёт. В Сочи идут дальше и придумывают вот это. Итак, век девятнадцатый, бал у Наташи Ростовой. Карета-телеги подъезжали кусать по дому. Мужчина-дамы кружились в вальсопольке. На столошкафе стояли салатонапитки. Всё смешалось в доме Облонских. Господа, Наташа, господа, Наташа Ростова! Друзья, вы знаете, Наташенька прекрасно поёт. Так просим, 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 просим. Ах, ой, мистер юга, не шумит ветер, не шумит ветер. Наташа, заткнитесь, чатьте. Просим, просим, просим. Поручик Ржавский, вам надушенное письмо. А ну, как говоришь? Шагман. Пахвил. Ну, что там, что там, поручик, похвастайтесь? Война, господа. Извините, господа, мне пора. Я девственник. Эээ, честь имею. Ну, как, а корова? Иди сюда, живи булками. Из Кизимуа, господа, папенька зовут. Господа, а вы знаете, Пьер Безухов долгое время жил в Шотландии. И весьма недурно научился играть на волынке. Субтитры подогнал «Симон» Итак, итак, мы подошли к веку 21-му. Современная история города Сочи насчитывает как минимум две команды КВН. Это команда КВН «Утомленные солнцем». И команда «Утомленные утомленными солнцем». Здравствуйте, Александр Васильевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Виделись. Здравствуйте, Александр Васильевич. Я всегда хотела, чтобы мой сын Александр был военным. Но я стал КВНчиком. Спасибо вам, Александр Васильевич. А я всегда мечтала, чтобы Йося стал художником. Но я стал КВНчиком. Спасибо вам, Александр Васильевич. Я всегда хотела, чтобы Лена стала врачом. Но я стала КВНчицей. Спасибо вам, Александр Васильевич. А я всегда хотел, чтобы мой Миша был нефтяным магнатом. А я всегда хотел, чтобы у меня была дочка. Папа, и что я сейчас должен сказать? Спасибо вам, Александр Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Серёжа, говори, что у тебя было написано. Что вы орёте, мой сын? Ну чего так? За своё обратительство. Правильно, правильно. Да-да-да. Друзья, друзья, ну давайте не будем ссориться. Мама, давай посмотрим, это интересно, мама. А что? Вот видишь, Йося, а я тебе всегда говорила, что Саша больной. Что? Мой сын больной? Да. Да вы лучше на своего посмотрите, если увидите. А вы помолчите, женщины. Хватит, хватит. Значит так, поём финальную песню, как репетировали. Дружба крепкая не сломается, не расклеится. Если есть друзья, и на сцене вместе мы поём вам песню. Камы, большая дружная семья. Дорогие друзья, как вы понимаете, история Сочи многогранна. Но лишь одна традиция остаётся неизменной. Во все века сочинцы всегда следили за тем, чтобы кто-нибудь из приезжих, не дай бог, подскользнулся или упал. Потому что хлеб на пол, потому что хлеб на пол не бросают. Ты уедешь туда, где туман, где метели и где снегопад. Только знай опять, Сочи ждёт тебя, поскорей возвращайся назад. На пляже вновь от гори, до боли, до крика и гуляй на зари. И знакомой Владимир, и случайно жену назови ночью века. А в Сочи лондонский дождь, парижские ночи и полярный рассвет. Только чуть покороче, но тут в луке твоей. Палка, черва из Сочи. Я люблю тебя в Сочи. Приятного аппетита!